Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. И, судя по всему, сегодня на канале Уралочки видеоролика не будет. Ну, сегодня же воскресенье, а Уралочка с Сафариком иногда по воскресеньям делают себе выходной. Хотя у них иногда бывают видосы в запасе. Ну, и не то чтобы иногда, практически всегда. В общем, ребят, что хочу сказать. Вчера, на самом деле, был очень тяжелый контент у Уралки. И вот это вот обычное приготовление обеда превратилось в изрыганье Уралочкой проклятий в адрес ее подписчиков и зрителей. Тяжело было делать обзор на этот влог. На самом деле, очень тяжело. В день святой, покровь святой Богородицы и такое устроить для своих зрителей и подписчиков, мне, на самом деле, наверное, было еще тяжелее делать обзор, услышав все это. У меня мама родилась как раз-таки в этот день, в этот праздник. И, послушав еще Уралку, вот как-то правда было не по себе. Серьезно. Было просто не по себе. Было неприятно. И как-то стало аж грустно от того, что женщина и позволила себе такое. И, знаете, вот до чего могут дойти люди в погоне за выгодой. Сафарке, я думаю, что необходимо было во что бы то ни стало поднять просмотры. И он знал, что именно раскочегарив Уралочку на ее вот это вот, знаете, и на очередной скандал на канале, он все-таки добьется, да, этого, чтобы поднять просмотры, поднять комментарии. Но в этот раз, ребят, Уралка превзошла саму себя. Проклятия, угрозы зрителям, это уже просто дно для каждого канала, не только для Уралкиного. Но, не знаю, ребят, я не слышала нигде проклятий в сторону зрителей. Тяжело было даже делать обзор на комментарии на канале Уралочки. Ведь это же комментарии, которые я зачитывала, писали именно подписчики Уралки, которые ее поддерживали на протяжении долгого времени. И взять вот так вот плюнуть всем своим зрителям только ради больших просмотров. Как же это неумно, как же это глупо. Ну, впрочем, ребят, чему здесь удивляться? Нет ни ума у Уралочки, ни у ее ручного таджика, чтобы понять, что их канал без зрителей превратится просто в ничто. А я хочу поблагодарить своих зрителей. Спасибо вам, мои дорогие подписчики, зрители моего канала, что под видеороликом такого еще на Ютубе не было, написали свое мнение в такой корректной форме. Все мы ходим под Богом. И мы всегда должны это помнить, что желать смерти, желать болезни нельзя никому. И хочется Уралке пожелать еще раз здоровья и жизни. Ну, а теперь перейдем с грустного к веселому. Один момент из влога Уралочки, который вчера мне очень запомнился, когда Уралочка назвалась француженкой. Абдугани она итальянцем назвала, ну, а Сафара таки оставила таджиком быть. Наверное, потому что он неисправимый таджик. А таджик он и в Африке таджик. Ну, это же моя фраза, правда же? И, слушайте, Сафар прям вдруг завозмущался. Так уж не хотелось ему быть таджиком. Нет, говорит, я не таджик. Я грузинский. Интересно, с какого вдруг перепугу Сафар решил стать грузином? А, Уралочка же что-то там про блюдо говорила, что якобы очень уж Сафар любит суп харчо. Ну, еще, по-моему, рассольник. Ну, а Абдугани якобы очень любит пиццу. Только вот я не поняла, чего это вдруг Уралка решила заделаться француженкой. Мне кажется, у Уралочки нет таких особых любимых блюд. Она всеядная. Она ест все, что не приколочено. Поэтому зря она это так слишком уж загнула. Француженка прям. Там француженкой там и близко не пахнет. А главное, что правильно сказала. Понаехали. Да, Уралочка, понаехали. А по поводу грузина, знаете, что-то во внешности все-таки есть. Правда же? Что-то. Я не скажу, что прям-таки очень-очень, как говорит Уралочка. Но что-то есть. Но опять же, ребят, Абдугани, значит, итальянец, сафар-грузин, с какого вдруг перепугу решили поменять национальность? Интересно. Когда в Таджикистане сидели, они понятия не имели, что такое пицца, что такое харчо, ели себе лепешки, луковые манты, и знать не знали про итальянскую пиццу и про харчо, рассольник. И вроде сафар в Россию приехал, чтобы стать гражданином России. А тут, получается, уже, наверное, не охота. В Грузию, наверное, охота. А Абдугани отправить в Италию. Ну-ну. Ну и, ребят, куда же деться без покойного мужа? Просто, ребят, вот нет слов. Не смогла Уралочка, чтобы не вспомнить про Николая. И про тёрку вспомнила, что им подарили эту тёрку на свадьбу. И что ей столько лет, столько лет этой тёрки. Так и хочется спросить, Уралочка, а что же ты сама лично купила за свою жизнь? Что вот ты нажила за свою жизнь? Сколько там? Пятьдесят три года. Что ты вот в свои пятьдесят три года купила, приобрела? Квартира от деда. Вся обстановка в квартире тоже от него осталась. Дача от родителей. Как твоя мама всё там устроила, со скромненькой обстановкой, так до сих пор всё и есть. Даже тёрка у тебя подаренная кем-то на твою свадьбу с первым мужем. Чем хвалиться-то? Старьём? А где же твои все кухонные комбайны? Измельчитель, который на рекламу тебе присылали? Куда всё пропало? Что, грузин Сафарка уже всё продал? Ай-яй-яй! Возмущается твой заморский муженёк, что Николай типа такой плохой, ленивый был. Да и сама ты нам рассказывала, что с Николаем вы бедно жили. А по большому счёту, грузин-таджик твой, второй муж, ничего путного для тебя ещё не сделал. Машинку только для себя, любимого купил. Да морозилку для хранения купленной курятины. Кафель да душевая кабина вообще неизвестно для кого были куплены. Ну, правда же? И да, я совсем забыла. Подарил тебе Генцвали Блокхаус для предбанника на день рождения. Да, было такое. А вот подаренные на 8 марта наряды обратно отобрал и продал. Правда же, Уралочка? Не видно нарядов? Собиралась там подшивать, ушивать, обрезать, но куда-то улетучились, куда-то пропали. Эх, Уралочка, Уралочка, сколько жалости у меня и у некоторых моих подписчиков ты иногда вызываешь. Да, правильно, кто как может, тот так и выживает. А вы нашли способ зарабатывать деньги, выставляя свою жизнь на всеобщие обозренье. И ты уверена, что эта ваша жизнь кому-нибудь будет нравиться? Упрекаешь зрителей за негативные комментарии, даже не понимая, что зарабатываешь себе деньги именно своим позором. Разве так можно жить? А не было бы родителей, не было бы деда, который оставил однушку, и дачи не было бы у Уралочки, да? И спасибо родителям, что у неё хоть что-то есть. Потому что, собственно, сама она ничего не заработала. Да, она даже вещи бывшего мужа хранит, да, не выбрасывает. Хотя новый муж, молодой муж, Уралочка же всё кричит, как он заботится о ней, как он любит её. А что ж, новый муж, молодой муж, не сделает ремонт в квартире или не купит трёшку, в конце концов? Вот это и будет забота, а то она тёрку вспоминает, которой там двадцать лет или больше, которую им с первым мужем подарили на свадьбу. В общем, ребят, такое позорище, да? А решила, что ей все завидуют. Ну так докажи, докажи, что тебя любит твой муж. Пусть забабахает тебе евроремонт в квартире. Пусть он покажет, как он тебя любит. А не только забирать, а не давать. Что за забота? Забота, когда в доме одно старьё? Забота, что принёс на 8 марта шмотки, а потом забрал? Вот это забота. Ах, серёжки купил. Да. Но это была такая показуха, такая показуха, что прям вот этот сценарий был продуман до мелочей с двух сторон. А показать действительно ты не можешь ничего. Ты не можешь показать этой любви и заботы молодого мужа о тебе, потому что нет ни любви, ни заботы. А забота, чтобы просто на даче стоять и ничего не делать, если, извините, это забота, и только в этом она заключается, то такой заботы я не пожелаю никому. Но нового ничего не произойдёт. В квартире евроремонт уралочки никто не будет делать. И всё так и останется. Да. Зачем ему тратиться на уралочку? Но всё-таки останется, всё-таки будет продолжаться в этой убогой однушке с этим старьём. Сафару, в первую очередь, Сафару, это не нужно. И он зарабатывает на себя. Зачем ему ещё тратить деньги на уралочку? Она у него как ручная клоунесса, которая просто играет свою роль. В его комедии, ну, трагедии, комедии, траги, комедии, конечно, не хотелось бы, чтобы это была траги-комедия. Хотя я иногда смотрю, да, очередную серию, и для меня частично трагедия. Трагедия этой вот недалёкой женщины, которая сама себя завела в тупик. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.